Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Самарцы с размахом отметили День России. В областной столицы прошли концерты и фестивали, а завершилось все фейерверком. Уничтожить на корню в областной столице начался повальный покос аллергенной амброзии. И вьется гордо триколор. В Самаре прошла акция «Мы граждане России». В выходные Самара отметила День России. Основные действия развернулись на набережной. Там два дня проходил фестиваль «Волгафест». Завершился праздник красочным фейерверком. Самые яркие моменты дня России увидели больше 180 тысяч жителей и гостей города. А также и наша съемочная группа. Бодрым шагом с песнями и хорошим настроением к Волге спускаются участники парада «Дружба народов». Всероссийский парад проходит второй раз. На территории нашего региона много лет дружно соседствуют представители 157 национальностей. И поэтому самарцы охотно присоединились к акции. Праздник души и счастья. Это единение России. Представляете, такое шествие. Столько людей представляет столько, знаете, все народы. Мы любим Россию, которая дает нам возможность, ну, вот так жить хорошо. На главной сцене праздника российские паспорта получили две украинские семьи. Мы вас поздравляем. Отпраздновать День России на набережной собрались тысячи самарцев. С праздником горожан поздравил губернатор Николай Меркушкин. Глава региона напомнил, что наша область во все времена вносила весомую лепту в развитие страны. Регионы сейчас показывает рекордные темпы ввода жилья, направляет большие средства на строительство дорог и социальных объектов. Мы живем с вами в свободной и независимой стране. И всегда мы, когда были вместе, когда были едины, мы были непобедимы. Так было, так есть и так будет всегда. Главным подарком самарцам на День России стал праздничный концерт. Свои знаменитые хиты исполнили музыканты группы Ума Турман. Завершился праздник красочным салютом. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Самарский дом молодежи провел акцию «Мы граждане России». Волонтеры раздавали ленточки, раскрашенные в цветах государственного флага, и рассказывали прохожим про праздник День России. Одна ленточка досталась и Андрею Горгуленко. Здравствуйте. Мы дарим ленточки День России бесплатно. Волонтеры Самарского дома молодежи в честь Дня России, одного из самых молодых государственных праздников, предлагали каждому самарцу присоединиться к акции «Мы граждане России». Для этого нужно было прикрепить триколор на свою одежду. Горожане с радостью откликнулись на предложение и с удовольствием рассказали, что этот молодой праздник значит для них. Это позитив сплошной, это вот объединяет этот праздник всех людей, и как бы появляется вера, светлое будущее, что молодежь у нас прекрасная, вся такая активная, позитивная. Чувствую радости, гордости за нашу Россию. Не одна, я говорю, а я одна, но не одна, со мной все, вся наша Россия, все люди, которые здесь ходят, и пришли на этот праздник. Я просто горжусь. Гордость за Россию и чувство понимания, что мы все-таки растем, и люди вокруг нас, как бы меняется все, и, наверное, все-таки в лучшую сторону. Волонтеры Самарского дома молодежи, раздающие государственный символ, не первый год помогают в организации патриотической акции «Мы граждане России». Вместе с триколором добровольцы вручают прохожим и текст гимна России, а заодно проверяют знания о стране. И рассказывают, что за праздник такой – День России, ведь это и есть основная цель акции. Ленточка – это как напоминание, как приобщение. Мы граждане своей страны, и каждый гражданин обязан знать, во-первых, самые главные вещи, допустим, как конституция, наши главные символы, где-то гимн, который есть в фафлайере. Эта акция важна для каждого гражданина нашей страны. Акция «Мы граждане России» приурочена ключевому событию в истории страны – дню, когда была принята декларация о государственном суверенитете. К акции Самарского дома молодежи смог присоединиться каждый. В Самаре волонтеры раздавали ленточки по всему городу. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков, События. Сегодня в Самаре прощались с главой советского района Владимиром Сафроновым. Он погиб в автомобильной аварии в ночь на понедельник 12 июня. Мэр Самара Олег Фурсов выразил соболезнования родным и близким Владимира Сафронова. Цитата. «Тяжело и больно осознавать, что мы навсегда потеряли нашего верного друга и товарища, человека, который всем сердцем и душой был предан работе во имя процветания родного города. Владимир Витальевич ушел от нас в самом расцвете лет. Он еще очень многое хотел сделать во имя благополучия жителей советского района. Его дело непременно будет продолжено». Косить нельзя оставить. В Самаре начинается сезон аллергенной травы. Задача коммунальных служб – избавить горожан от амброзии. Сегодня по этому вопросу есть замечание. До 20 июня нужно скосить те сорняки, которые уже успели вырасти, а затем войти в летний режим работы. Раз в 10 дней устраивает тотальный покос на всех территориях. В городе работает около 115 бригад ежедневно. Это совместные силы и муниципальных предприятий благоустройства, и спецремстройзеленхоза, и отделы ЖКХ внутригородских районов Самары. «Если мы сейчас пропустим этот покос травы, то в конце июля-августе начинает цвести амброзия, которая является аллергеном для многих жителей. Естественно, нам нужно эту ситуацию сегодня не допустить. Что мы и сделаем. Сил хватает, желания должно быть, и ужесточить требования». Время взрослеть. В областном управлении МВД вручали паспорта 14-летним гражданам страны. Дубликатом бесценного груза обзавелись 11 подростков. Для них это будет главный документ до 20-летнего возраста, когда законом предусмотрена замена паспорта. Вторая замена в 45. Документы, поздравительные грамоты и брошюры с текстом Конституции России вручил замначальника областного главка Андрей Коновалов. В прошлом году была упразднена Федеральная миграционная служба, ее функции вернулись в систему МВД. Было создано управление по вопросам миграции. Для подростков церемония вручения первого паспорта стала торжеством, которое они запомнят на всю жизнь. С одной стороны, да, волнение, с другой стороны, радость, то, что уже этот порог перешагнут, и то, что уже паспорт получен, я не ребенок, и на дом, естественно, готовились. Получили паспорт и самый главный документ, можно сказать, в жизни. Но вот попали сюда по приглашению. Конечно, все необычно, торжественно, красиво, и я думаю, что на всю жизнь запомнится. А теперь коротко о других событиях дня. Хотели украсть крышу. Ночью в полицию Самары поступил звонок от местного жителя. Мужчина сообщил, что неизвестные пытаются снять металлическую кровлю со здания на улице Металлургической. На месте происшествия стражи порядка заметили автомобиль Иш, в кузове которого лежали снятые со здания металлические листы. Чуть позже полицейские обнаружили похитителей, которые прятались в кустах. Ими оказались двое 27-летних местных жителей. Возбуждено уголовное дело. В промышленном районе Самары на пересечении Нового вокзальной и Нагорной микроавтобус врезался в фонарь. Пострадали 9 человек. У них диагностированы переломы ног, разрыв коленных связок, сильные ушибы. Водитель не смог пояснить, что послужило причиной аварии. Он был трезв, имеет большой стаж вождения. Автобус эвакуировал на спецстоянку для проведения технической экспертизы. Строительные работы по организации развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского откладываются. Перекрытие дороги, которое было намечено на сегодня, перенесли. Сейчас подрядчик не готов приступить к строительству проезжей части. Пока на месте перекрытия даже не выставили дорожные знаки. А эта работа займет не один день. Когда именно начнутся работы, пока неизвестно. Появилось свежее видео строительства развязки на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Его выложил в сеть самарец Олег Максимов. Строители совсем скоро закончат заливку бетона на правой подпорной стенке кольца. Что касается участка дороги со стороны Ракитовского шоссе, судя по видео, там к строительству дороги не приступали. До июньской нормы погода в этом году пока не дотягивает в среднем 1 градуса. По прогнозам областных синоптиков, до конца рабочей недели главным дирижером самарской погоды станет циклонический вихрь с Балтики. Ожидаются дожди и даже грозы. Может усиливаться ветер. При этом дневные температуры будут колебаться от 20 до 25 градусов. Ночами 10-15 градусов тепла. Барьеры взяты. Конно-спортивный клуб отметил свой седьмой день рождения. Целый год юные всадники брали призовые места на соревнованиях. Отметить торжественную дату решили красочным и зрелищным представлением. Конкур, выездка и даже управление лошадью без уздечки. На праздники побывала Алина Чемерес. Прежде чем выйти на манеж, юные всадники седлают лошадей. Сегодня блистать на публике предстоит всем четвероногим спортсменам. Конно-спортивный клуб отмечает свой седьмой день рождения. Дарья Вдовина выступает на лошади с гордым прозвищем Гвардия. На ней девушка получила первый юношеский разряд. Рассказывает, Гвардия – дамоспособная, добрая, но все же с характером. Просто замечательная лошадь, добрая, отзывчивая. Быстро учится всему. Она не любит жесткость, она отвечает тоже жестко. То есть ей нужно очень мягко, гладко, чтобы по-доброму к ней относились. Как она сестра моя. Даже когда у меня нет тренировок, я прихожу сюда и сижу с ней, могу даже часами просто разговаривать. В клубе занимаются свыше сотни юных спортсменов. Многие из них не раз становились призерами и победителями соревнований различного уровня. На представлении по случаю праздника только самые зрелищные выступления. Конкур, где спортсмен на лошади преодолевает барьеры, парные номера, а также элемент высшего пилотажа – управление лошадью без уздечки. Не обошлось и без творчества. Шквал аплодисментов сорвал номер «Ангелы и демоны». Спортсмены показали сложнейшие элементы выездки. Лошадь любит людей сильных духа, так скажем. Если человек не уверен в себе, если он сомневается, то лошадь начнет гнуть свою линию поведения. Для лошади важно лидерство человека. Если всадник не лидер, то лидером станет лошадь. Учим в первую очередь детей, чтобы они стали лидером под нашей лошадью. Без жестокости, но с настойчивостью. В течение года юные участники клуба привозили призовые места со всех соревнований. Тренеры говорят, залог успеха в том, что спортсменам удается дружить с лошадьми. Алина Чемерес, Василий Колдашов, События. А вот о каких событиях мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Прогулки без риска. В Кировском районе по просьбе жителей демонтировали аварийный забор. Утром работа, вечером развлечения. Подростки летом смогут не только с пользой провести время в лагерях, но и заработать первые деньги. Фестиваль «Лето в Кремле» Волжский хор отметит 65-летний юбилей гастрольным туром. На этом наш выпуск завершен. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова